И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня будет видео о мемкоинах, как на них заработать. Большая часть видео будет про доджкоин, ну и про другие монеты я тоже немного расскажу. Также не забывайте приходить по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Я там говорю практически всё, что делаю в крипте. Там я делал пост о доджкоине, когда он ещё стоил 8 центов, буквально пару дней назад. Сейчас он стоит 13 центов. И кстати, в том посте я расписал некоторые причины, в которых тот же мог вырасти, и он действительно вырос. В общем-то, мой телеграм полезный, переходите, лайки ставьте, комментарии, если будут вопросы. А мы начинаем. Почему же доджкоин вырос? Как мы знаем, Илон Маск довольно мною человек, довольно богатый. И, насколько мне известно, когда о доджкоине все забыли, он выкупил довольно много монет и стал чуть ли не контрольным владельцем. Ну или не контрольным, а скажем так, его доля монет довольно весомая. И что он сделал? Купил монеты доджкоин очень дёшево, и ему выгодно раскачать монету чем выше, тем лучше логично. Вначале он делал про неё посты, а недавно он выкупил компанию Твиттер. И есть предположение у некоторых то, что доджкоин будет как-либо внедрён в Твиттер, и это должно положительно сказаться на цене монеты. Также напомню то, что частично деньги дали Илон Маску Байненс и другие разные компании. То есть Твиттер явно будет связан с криптовалютой, уже Твиттер разблокирует многих пользователей, в том числе Трампа, в том числе Канни Уэста. Я считаю это положительно. В общем, почему вырос доджкоин? Первое, Илон Маск довольно крут, купил Твиттер. Он владелец доджкоина, довольно большого количества монет, а значит ему выгодно, чтобы доджкоин как-то продвигать. И вероятнее всего, как-то он прикрутит доджкоин к Твиттеру. Надеюсь, это будет какая-то полезная прикрутка, а не знаете там, типа которая ничем не поможет, которая только на новостях один день. В общем-то, в сумме, доджкоин уже вырос, ну практически в два раза, вот только за сегодня на 57%. И что же делать? Да, можно купить доджкоин, я думаю, что он дорастёт до 20 центов. Сейчас для справки стоит 13. Но, довольно большие риски, во-первых, он сейчас вырос довольно сильно, да и плюс потенциальная прибыль не такая уж и большая. Ну там процентов 50. Да, прибыль большая, но риски, ну прям большие. Возможно, вам больше понравится... Вот, биржа Гейтайо, кстати, спасибо за поддержку этого выпуска. Я захожу на биржу Гейтайо. Если вы ещё не зарегистрированы, регистрируйтесь по ссылочке, получайте вечную скидку на торговые комиссии. Гейтайо, в общем, в том всем лучших бирж, постоянно поднимается. Самая ликвидная. Так вот, мы заходим в торговля. И тут есть у нас вкладочка «Мемные криптовалюты». И я вот сейчас смотрю, я заметил. Доджкоин, ну это мем криптовалюты, по сути. И Доджкоин потянул все мем криптовалюты, ну, все кроме мёртвых, будем честны, за собой. Вот я смотрю, Доджкоин вырос на 56%. Монета Док на 24%. Мы видим и объёмы нормальные. И Шиба выросла на 13%. А Кита тоже выросла. То есть, смотрите. Вы можете выбрать какие-то мем-монеты. Допустим, та же Шиба. Если она ещё не выросла по процентовке так же, как Додж. Закупить Шибу, например. Или вы посмотрели, что да, сейчас идёт прям мем-коин, и все пампятся. Сначала Додж, потом Шиба, потом ещё кто-то. Могут быть опять стать популярными. Когда, знаете, там какая-нибудь монета, код-коин, она начинает продаваться по 1 центам. Любой может купить. И буквально через 2 дня она начинает расти. Но просто потому, что это на хайпе. То есть, можно выбрать, провести собственный анализ. Я вам не смогу подсказать, какие есть другие мем-криптовалюты. Вы сами посмотрите. Примите решение, если хотите, купите. Это довольно интересная возможность. Мне кажется, такое не часто будет случаться. Вот примерно так. Кстати, регистрируйтесь на биржике Тайопа. Мэри в ссылочке, мне поможете заодно. Ну, надеюсь, критических ошибок я не сказал в видео. Если что, в комментариях можете меня поправить. Сказать про доджкоин. На самом деле, за память доджкоин могут. Потому что, представим. Я в теории говорю, что если Илон Маск, возможно, его соратники, владеет большим количеством криптовалюты. Прям довольно весовым. То, грубо говоря, продавать монеты будет некому. И они могут ее, ну, гнать цену наверх. То есть, тут очень интересно. Можете рассказать свое мнение в комментариях, кто о чем думает. Я думаю, что доджкоин это явно интересная монета для спекуляции. Для холда неуверенов, для спекуляции прям интересно. Например, одна из идей, которая вот мне только что пришла. Купить доджкоин до того момента, как он будет внедрен в Твиттер. И когда мы видим новость, то, что он внедряется в Твиттер, он еще растет там на 50%. И мы продаем. Но опять же, какие риски? Допустим, он сейчас сильно вырос, опять упадет. Ну и так далее. В общем-то, вы сами там смотрите, что у вас там по рискам. Ясное дело, на всекотлету не надо. Ну, я бы там процентов 5 максимум с капитала использовал для доджкоина. Я думаю, что даже меньше. В комментариях можете написать, как вы. Но если у вас там капитал весь 100 баксов, можете чисто полудить. Ну, всегда нужно понимать, что давайте, че как, удачи.